всем привет сегодня будет грандиознейший эксперимент ну грандиознейший для меня буду я плавить алюминий и после расплавления алюминия буду помещать его в вакуум хочу посмотреть что с ним приключится как он себя поведет после остывания в вакууме будет ли такое лишь количество пор проверим у меня сегодня двор похож как будто здесь идут съемки какой-то фантастики про бешеного ученого город вакууматор газовый баллон баллон газовый это ресивер в него уже набрано сейчас 0 9 бара и потом после того как я помещу сюда форму залью алюминием накрою колпаком открываю на вернее включая вакууматор для поддержки штанов и открываю баллон и резкий получается вакуум так по вашим советам отверстие увеличил на 6 то есть меня везде сейчас на штуцерах на переходниках везде 6 потому что трубка входная у нее внутри 6 все я думаю больше сделать смысла нет так и то есть форма будем вот эту вот по 2 дышки заливать потому что я решил переделать ролики на гриндере и тут как раз на два ролика будет у меня на 60 получится ролики должны примерно на 62 ролика будет дальше эти формы стоят это уже на для следующих видео возможно здесь я буду отливать шкив для токарного на думал шпиндель менять на токарном и шкив отолью а это будет ролик бочка на гриндер но это тоже возможно какое-нибудь видео сниму все теперь сжигаю горн и начинаем плавить да еще если вы заметили у меня вот такой лайфхак на рукаве можете поржать по-доброму авария приключилась пять утра и идти зашивать как-то я не захотел все продолжали забросил я алюминий пускай плавится а я пока почищу форму прокалился как я уже сказал вот это сегодняшняя форма те уже две возможно на другие видео сегодня их не буду показывать потому что тут я буду плавить дегазатором вот я прокалился два кусочка колокол по старому методу а вот это вот сегодня будет первая отливка без дегазатора только лишь вакуум так дальше мои действия вот она форма она вставлена в другую форму и заполнена песком но это все на подставке будет стоять то есть вот оттуда будет засаживать вакуум выбираться вот так она станет сверху колпаком накроется и сейчас я еще фольгой обмотаю вот эту форму всю полностью до самого низа до дна ну якобы создам тепловой экран посмотрю может сработает потому что я хочу все-таки сберечь вот эту прокладку чтобы она не сгорела а температура будет у бога градусов 700 на на при заливке вот так вот вот что получилось в итоге теперь остается только залить алюминий и накрыть колпаком и по отдать ваку ждем когда расплавится сижу жду когда расплавится алюминий смотрю на этот экран и думаю ну ведь он сейчас расплавится если алюминий будет 700 градусов а это фольга она больше пока голову ничего не идет поэтому попробуем так сегодня буду алюминий проверять термопары от подписчика подарок виктор если по прислал мне я уже показывал просто доделал ручку сделал чтобы было уже удобнее в тигель нырять и виктор ты мне писал что напрямую нужно провода но я думаю даже погрешность там плюс-минус 10 20 градусов мне ничего не даст и поэтому вот вам лайфхак старые советские розетки мультиметр подходят запросто но проверить чуть-чуть то есть термопара работает все нормально виктор спасибо температура уже больше 700 градусов это сейчас убрал термопару сейчас ставлю посмотрим наверное уже и 800 может будет да возможно 800 то есть все хватит сейчас снимаю шланг устанавливаю камеру что вам было бы видно и выливаем я решил так что вот этот кусок не буду выливать а только вылью сейчас в первую форму под вакуум у меня даже дегазатор остался вот видите я его не заряжал это у меня будет на шкивы короче вот эти заготовки это на шкивы сейчас только во все выключил поддув включил вакууматор сейчас выливаю ставлю колпак и открываю баллон ресивер поехали и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. О, присос пошел. Что там, давление не упало? Нормально. Ну все, вакуум работает. Так, ну дальше, думаю, вам будет неинтересно наблюдать, потому что баллон не стеклянный. Главное я открыл, сейчас он присосался, все нормально, он держит. Вот, пар уже пошел. Все, я, короче, буду сейчас поливать водой его. Вот так я ее решил спасать. Накрыл тряпкой, потихоньку парит, шипит. Вакуум держится, поэтому отключил я вакуумник нормально. Сколько нам? Больше чем 0,9 показывает, так что все в порядке. Должно же что-то получиться. Скоро момент истины. Ну что, я думаю, он уже все равно застыл алюминий. Понятно, что горячий, но уже смысла нет, прошло больше пяти минут. Поэтому закрываю я баллон и спускаю вакуумник. Опа, баллон закрыл, а теперь спускаем вакуумник. Интересно, а почему так? Почему он спускается долго? Очень интересно. Все, почти 0. Сейчас снимем, посмотрим, что там. Сейчас я перчатки одену. Он прикипел еще. Почему? Или просто прикипел. Там вакуум непонятно. Ах ты, надо это спускать. С баллона. У меня же идет через баллон. А я и забыл. У меня же на этот штуцер идет через баллон. А я баллон перекрыл и спускаю с вакуумника. Вот. Вот оно. О, смотрите. И кранчик живой остался. Не расплавился. Так, ну и что? Пока видно. Пока видно, что усадки нет. Ровно. Посмотрим. Посмотрим при разворачивании. Чтобы эксперимент получился более чистым, я его сегодня даже этот алюминий в воду не кидал. Постудил и все. Он еще горячий. Но сейчас разверну одну руку в крагу, другую в перчатку. Смотрим, что такое вакуум. Смотрим. Смотрим, что такое вакуум. Смотрим. Что усадки нет. Усадка есть. Или мне это так далеко показалось. Тогда я сразу сказал, что нет усадки. Но есть усадка. Но это не проблема. Ладно, короче, я разверну и покажу. Время тянуть. Досталось заготовку. Ну и, короче, в итоге вот что получается. Это верх. То есть от половины какая-то какашка. Но зато от низа и до середины везде гладко. Пока. Сейчас еще вскрытие покажет. Но везде гладко, везде ровно. Никаких ничего. Так что сейчас пройдем торец. А потом пройдемся здесь. Но возможно у меня на два ролика здесь и не выйдет. С этой заготовки. Но ничего. Проточу одну. Продолжение следует. Так. Что тут есть? с водой не поймешь это есть поры все равно да есть поры но это нужно шлифовать смотреть что там дальше так ну а сейчас вдоль пройдемся здесь точить буду без воды шки а то на мне камеру забрызгали сейчас все поехали надо смазать немного но надо смазать поехали так люди выровнял нужны скорость добавить заляпываю камеру я что выходит что выходит пока не понятно и выходит так я сейчас попробую тут китайским чистовым резцом пройтись и потом покажу а 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 первым делом надо будет обязательно делать защиту на малую продольную мелкая стружка пошла час алюминиевая и видели данная на закусывает она у меня сейчас то есть попадает на ластохвост это не в тему это моя проблема так что у нас тут даже не знаю короче ладно я сейчас ошлифую наждачкой помельче потом войлоком а потом уже посмотрим что будет рассмотрим деталях попробовала шлифовать и в итоге ну дошел до 800 наждачки ниже у и в итоге вот получилось не знаю даже как это сказать это и не поры ну смотрите какие-то прожилки первый раз у меня такой риме не получился то есть раньше выливая такого не было вакууме получился он вот такой вот почему это получилось и что это такое не знаю короче непонятно сегодня кино то есть кино то понятное а вот а вот что это вышло ну так таких пор нет вот одна только и все здесь ты еще ладно тут потом стачиваться будет ну и померил я тут получится все таки у меня два ролика мне нужно 120 длина туда сколько 140 до кулачков так что и диаметр у него сейчас 62 еще можно будет сточить как раз вот этот косячок и получится два ролика нормально но ролик я вам показывать уже не буду изготовления потому что трудоемко это все и уже видео будет затягиваться сильно просто скажу что ролик я буду протачивать насквозь за одну установку взял я себе стопорные кольца новые подшипники двести первые буду делать со стопорными кольцами чтобы ролики были уже почти в идеале в таком идеале на какой способен мой станок вот так ну все наверное да будем прощаться на этом на такой ноте непонятная в озадачивании а может ролик назову ух ты что получилось извините меня тенденция такая на ю тубе так все ладно заболтался всем удачи всем пока до новых встреч